В 2012 году у берегов Италии потерпел крушение огромный пассажирский лайнер «Коста Конкордия». На его борту находилось свыше 4000 человек. Капитан покинул корабль одним из первых, бросив пассажиров и экипаж на произвол судьбы. О последнем круизе «Коста Конкордии» расскажем прямо сейчас. Большой круизный лайнер «Коста Конкордия» был построен в 2006 году по последнему слову техники. Стоимость работ составила 450 миллионов евро. Размеры гиганта впечатляют, примерно как 20-этажный дом длиной в три футбольных поля. На церемонии ввода в эксплуатацию бутылка шампанского не разбилась о борт с первого раза, что является плохим знаком на флоте. Капитаном корабля был назначен потомственный моряк Франческо Скеттино. На борту роскошного лайнера было все, что нужно для отдыха и развлечений. Полторы тысячи кают, пять ресторанов, четыре бассейна, кинотеатр, спа, казино, концертный зал, бутики, фитнес-центр и многое другое. Коста-Конкордия могла вместить свыше трех тысяч пассажиров и более тысячи членов экипажа. Первая авария с лайнером произошла в 2008 году в итальянском городе Палермо. Коста-Конкордия во время швартовки врезалась носовой частью в плавучий док. Инцидент смогли снять на видео работники порта, тогда обошлось без пострадавших, но вмятина осталась довольно крупная. В прессе не уточнялось, кто именно руководил швартовкой, скетина или нет. После ремонта судно вновь вышло в море. Приближенные капитана говорили, что он управляет кораблем как водитель Феррари, при этом отмечали его как профессионала своего дела, который может рисковать и немного отклоняться от стандартных процедур. 13 января 2012 года Коста-Конкордия отправилась в круиз по Средиземному морю с остановками в семи городах Европы. На борту находилось более трех тысяч пассажиров из разных стран мира и около тысячи членов экипажа. Судно шло из итальянского города Чавитовекия в Савону. Ближе к ночи капитан решил отклониться от курса, чтобы пройти рядом с островом Джилья. То ли он хотел произвести впечатление на пассажиров, то ли поприветствовать гудками кого-то на берегу. Такое он делал и раньше, как минимум трижды. Отключив аварийную защиту судна и управляя лайнером на глаз, Франческо Скетина подошел к берегу слишком близко и слишком быстро. Осознав угрозу, он приказал рулевому поворачивать вправо, но гигантский корабль под воздействием бокового ветра слишком медленно маневрировал и в итоге врезался в подводную скалу. От удара днище левого борта получило пробоину длиной 53 метра. Четыре отсека начали быстро заполняться водой. Корабль мог бы плавать при двух заполненных отсеках, но не четырех. В течение минуты остановились двигатели и погас свет. Члены экипажа успокаивали пассажиров, говоря, что вышел из строя электрогенератор. Вскоре свет удалось восстановить, однако многие механизмы, в том числе руль, не работали. Неуправляемое судно сначала двигалось по инерции в сторону моря, но ветер и течение развернули его обратно к берегу. Коста-Конкордия подошла к острову Джилья и постепенно начала заваливаться на подводные скалы. Береговая охрана впервые узнала о происшествии от пассажира, который в телефонном разговоре был обеспокоен тем, что Коста-Конкордия сильно накренилась на бок. Люди собирались на палубах, одевали спасательные жилеты и ждали от экипажа внятных объяснений. Капитан долгое время отмалчивался и не запрашивал помощь, вероятно, из-за оценки масштабов повреждений. Команда об эвакуации была дана лишь спустя час после удара, когда всем стало понятно, что судно тонет. К тому моменту, когда спасательные корабли и вертолеты направлялись к месту крушения, на борту уже началась паника. Люди ломились к спасательным шлюпкам без какого-либо приоритета, каждый сам за себя. Были даже сообщения, что первыми спасались члены экипажа. Некоторые пассажиры прыгали за борт и вплавь добирались до берега, расположенного в 50 метрах от тонущего корабля. Без моральных и физических травм не обошлось. В числе первых Коста-Конкордио покинул и капитан Франческо Скеттино. Позже на суде он сказал, что сменил морскую форму на гражданскую одежду, подскользнулся и случайно упал в шлюпку. На пути к берегу до Скеттино дозвонился начальник береговой охраны и в грубой форме приказал вернуться на борт для организации эвакуации людей, но капитан проигнорировал приказ. Активная часть спасательной операции продолжалась около 6 часов. За это время с тонущего корабля было спасено свыше 4 тысяч человек, в том числе 111 россиян. Далее к работе приступили водолазы. Они обследовали затопленные помещения, рискуя своей жизнью, зная, что судно может соскользнуть с рифа и полностью затонуть. К счастью, за время работ корабль сдвинулся всего на несколько сантиметров. В течение суток была спасена южнокорейская пара молодоженов, которая оказалась отрезана от выхода, а на второй день – мужчина, повредивший ногу и ожидавший помощи в полузатопленном ресторане. Интересное совпадение – на круизе была внучка одной из пассажиров «Титаника». Ей, как и бабушке, удалось спастись. Однако повезло далеко не всем. Коста Конкордия унесла жизни 32 человек. Так как на судне оставалось много ценных вещей, нашлись те, кто захотел присвоить их себе. Дайверы-мародеры воровали часы, украшения, картины и многое другое. Некоторых поймали с поличным. Примерно через две недели поисковая операция завершилась. Возникли вопросы, кто виноват и что делать с полузатопленным кораблем. Виновными в крушении были признаны 6 человек, пятеро из которых отделались условным сроком. Главным обвиняемым стал 52-летний капитан Франческо Скетина. По версии следствия, его действия привели к гибели 32-х человек, потере судна и нанесли ущерб окружающей среде. Бегство капитана на шлюпке до завершения общей эвакуации только усугубило приговор. В итоге Франческо Скетина получил 16 лет лишения свободы. Он так и не признал своей вины, ссылаясь на ошибки рулевого, который выполнял команды с запозданием, а то и вовсе путал их. В ходе разбирательства дела выяснились интересные подробности рокового вечера. Оказалось, что в момент столкновения по приглашению Скетина на капитанском мостике находились посторонние люди, в том числе его тайная любовница Доминика Чимартан. То есть главными причинами крушения были названы отклонения от безопасного курса, языковой барьер между капитаном и рулевым, а также нахождение посторонних на мостике. Итальянская пресса сделала Франческо Скетина самым ненавистным человеком в стране, называя его «капитан трус». Сразу после крушения вокруг Коста Конкордии установили боновые заграждения, чтобы избежать крупного разлива нефтепродуктов. Вскоре топливо из баков удалось откачать, и началась подготовка к подъему судна. На реализацию уникального проекта ушло больше двух лет. В 2014 году с помощью стальных тросов и специальных емкостей с водой, развешанных по бортам, лайнер поставили на ровный киль, отбуксировали в порт и в 2017 году утилизировали. Работы обошлись в сумму более 1 миллиарда евро. Еще по 11 тысяч евро компания-судовладелец выплатила пассажирам в качестве компенсации. По некоторым оценкам, общий ущерб от кораблекрушения в три раза превысил стоимость самого судна. К слову, потеря лайнера, который был застрахован, не сильно сказалась на деятельности компании-судовладельца Коста Крачери. Она быстро восстановилась и снова начала приносить прибыль. Обломок скалы, застрявший в корпусе корабля, превратили в памятник. На него прикрепили мемориальную табличку и опустили в море рядом с местом крушения. Острову Джилия, жители которого приняли у себя пострадавших, была присуждена государственная награда «Золотая медаль» за гражданские заслуги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова